Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «АНАПА-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Сейчас «АНАПА» совсем другая. Вектор на преображение. Даже в высокий сезон в «АНАПе» продолжается благоустройство улиц и скверов. Именно от их активной позиции, от их правильного настроя зависит будущее не только нашего родного города, но и Краснодарского края в целом. Встреча единомышленников. В детском лагере «Энергетик» стартовала молодежная смена «Лидер». Артист оригинального жанра. В «АНАПе» энтузиаст возрождает старинное ремесло шарманщика, но на новый вад. Глава города Юрий Поляков дал поручение оказать максимальное содействие строительству нового здания детского сада номер 2 по улице Крымской. Сегодня он лично ознакомился с тем, как идут работы. У детского сада уже есть заведующие, а напрямую представитель заказчика на объекте. Таков порядок. В планах сделать дошкольное учреждение не только комфортным, но и максимально современным. Так сегодня выглядит будущий детский сад. Идет формирование железобетонного каркаса с постепенной укладкой перекрытий и выходом на второй этаж. Глава города интересуется техническими деталями, а также тем, какую помощь можно оказать, чтобы строительство шло по графику. Мы активизировались на этом садике, еще готовим площадки по строительству садиков, заканчиваем лазурный строить садик. Меня интересует самое главное, движетесь ли вы в графике. Как отметил Юрий Поляков, работы еще предстоит много, но контуры уже видны. Садик будет рассчитан на 80 мест. Самое главное то, что он не изменит прописки и будет находиться в самом центре города. Юлия Сафронова – представитель заказчика Управления образования города-курорта. Она руководит детским садом номер два, учреждением, которое получит на баланс новый имущественный комплекс. Училась в анапском филиале Московского педуниверситета, работала старшим воспитателем и методистом. Теперь следит за ходом строительства в статусе заведующей. Детский сад будет хороший, удобный, комфортный. Группы большие, солнечные будут группы. У нас уже разрабатываются сметы, дизайны групп наших. Они будут все уникальны по дизайну. И в каждой группе дети будут себя чувствовать, как у себя дома. По плану завершить строительство здания планируется до конца текущего года. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В СУКО стартовала молодежная смена «Лидер», которая проходит на базе детского здоровительного лагеря «Энергетик». Ее участники – школьники, активисты со всего муниципалитета, вожатые специалисты молодежного центра 21 век. Организаторы помогают юношам и девушкам проявить свои лучшие качества, а главное – познакомиться друг с другом. Турнир по уличному баскетболу. Спорт – это одна из составляющих. Кроме того, ребята ждут интеллектуальные состязания, различные викторины, творческие конкурсы. Это уже вечерняя программа. Подготовка идет днем. Попутно задания на день. Сегодня командам нужно придумать программу для смартфона, которая приносила бы реальную пользу. Каждый вечер подводятся итоги. Выбирают лидера дня по числу набранных баллов. Из 70 юношей и девушек из Анапы, а также сельских округов, выбирают лидера дня по числу набранных баллов. У каждого активная жизненная позиция. Спорт, успехи в учебе, добровольческая деятельность. Здесь мы формируем вашу активность. Екатерине Боровской показывают жизнь и быт молодежных активистов. Такая тематическая смена в Анапе проходит традиционно. В этот раз основные изменения. Новая площадка с питанием в режиме шведского стола, обед, выбор из трех первых блюд на второе, мясо или рыба, а также три гарнира на выбор. Само собой овощная тарелка. Деньги на проведение смены выделяются по муниципальной программе. Вожатые специалисты центра 21 век. Мы формируем здесь в рамках этих смен молодежный актив нашего города. Не больше, не меньше. Это волонтеры, действующие и будущие волонтеры. Это наши жители города, которые формируют свою гражданскую позицию уже сейчас с молодых ногтей. Мы говорим, что именно от их активной позиции, от их правильного настроя зависит будущее не только нашего родного города, но и Краснодарского края в целом. В этой беседке юные жители Джигинки, Гастагаевская, Хутора Красный познакомились здесь. Командой почувствовали себя, как говорят они сами, уже в первые пять минут после знакомства. Сегодня на повестке дня подготовка к музыкальному конкурсу, который состоится этим же вечером. Один из моторов процесса – Екатерина Скалкина из Гастагаевской. Там она помогает ветеранам, участвует в уборке парка. На лидерской смене уже второй раз. Очень нравится здесь. Такая необычная атмосфера, можно сказать, когда в первый раз приехала сюда. Здесь очень добрые вожаты, все интересно и придумывают нам задания. Мне кажется, каждому подростку, ребенку нужно посетить хотя бы один лагерь такого типа, потому что это очень интересно и как бы запоминающиеся. И новые знакомства, новые победы, достижения. Такие проекты позволяют создать единое информационное пространство, когда единомышленники, которые при обычных обстоятельствах могли и не встретиться, знакомятся друг с другом и понимают, что на самом деле их куда больше, чем кажется. Александр Ребека, Михаил Григорьев, АНАФО регион. Благоустройство городских улиц по поручению главы курорта продолжается даже в высокий сезон. Коммунальщики стараются сделать все, чтобы не доставить неудобства жителям и гостям Анапы. За ходом работ следила наша съемочная группа. Сегодня сотрудники Римстроя работали в нескольких точках. У роддома необходимо обновить часть тротуарной плитки. Здесь высокая проходимость, и это не только вопрос эстетики, но и безопасности. Новый тротуар, заверяют коммунальщики, будет готов уже через два дня. Через дорогу следующий объект. На пересечении улицы Ивана Голубца и Терской восстанавливают тротуар и меняют пандусы. Вот на этом участке самая сложная жара. Остальное все победить можно. Ну, Римстрой, АНАП и он и создан для того, чтобы создавать уют в городе. Чтобы люди могли и пешком ходить, и на колясках ездить, и детей водить. Поэтому все распланировано. Работы начали четыре дня назад. Сначала старый тротуар демонтировали и сделали новую разметку. Завершающий этап – укладка самой плитки. Это технология. О результате планомерной работы уже сегодня говорят гости города. Мы уже третий день здесь. И вот буквально ребята очень быстро работают, конечно. И красиво все это. И вот мы идем с утра в восемь часов уже работы вовсю ведутся. Вечером возвращаемся. И то же самое. АНАП изменяется. У меня родственница каждый год ездит, и она очень довольна. И говорит, что было пять лет назад, и что сейчас она совсем другая. Как говорят специалисты, ремонтные работы подходят к завершению. Уже через два дня на этой улице появится обновленный тротуар и пандусы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. АНАП «Регион». Муниципальный контроль продолжает борьбу с недобросовестными автолюбителями. Оставленная на газоне машина – одна из главных проблем города-курорта в летний сезон. Вместо красивых цветников и клумб нередко можно увидеть голую землю. На Пионерском проспекте специалисты муниципального контроля выявили шесть нарушений. Автомобили, припаркованные прямо на газоне, портят вид. Как показывает практика, в погоне за прибылью предприниматели не заботятся о комфорте своих постояльцев. Парковок не хватает, но владельцы гостиниц продолжают увеличивать число комнат. По заключению муниципального контроля домовладельцы быстро привели территорию в надлежащий вид. Также установлен знак, запрещающий парковку. Разбитый тротуар возле стройплощадки восстановили, а дорожное полотно очистили от грязи. Продолжается практика прямых телефонных линий. Завтра на вопросы Анапчан ответит первый заместитель главы города-курорта Сергей Петров. Он курирует вопросы санаторно-курортного комплекса, туризма, капитального строительства, муниципального контроля, архитектуры и градостроительной деятельности. Звонки будут приниматься с 12 до 13.00 по телефону 30307. Анапа снова в лидерах. Наш город вошел в топ-10 самых популярных курортов России по итогам уходящего лета. Такие данные предоставил сервис бронирования жилья twill.ru. Кроме Анапы в десятке еще три курорта Краснодарского края – Сочи, Геленджик и Ейск, а также некоторые города Крыма. Российские туристы, по данным экспертов, бронировали летний отдых в Анапе в среднем на 9 ночей и тратили на проживание 2200 рублей в сутки на семью. В Анапе побывал настоящий шарманщик. Леонид Иванов – единственный уличный артист в Краснодарском крае, который работает в этом направлении. Свой музыкальный инструмент шарманщик сделал сам, при том с использованием современных технологий. Изготовление шарманки заняло у Леонида Ивановича полгода. Музыкальная шкатулка из березы и других специальных пород дерева в точности повторяет стиль европейских уличных органов. Шарманка появилась в Италии в 17 веке в католических и протестантских церквях. Лишь спустя сто лет она дошла и до России. Однако, по словам Леонида Гурьяновича, до сих пор производством шарманок занимаются только в Европе. Шарманки сейчас производят очень-очень разные. И вот самая обычная шарманка, которая вот те два функции, о которых я говорил. А кроме этого сейчас, допустим, ну так называемые концертные шарманки, где при регистре отодвигается регистр, весь тембр звуковой совершенно меняется. На каком-то этапе шарманщик задвигает этот регистр, выдвигает другой, тембр снова меняется. Поэтому каждое исполнение шарманки, оно уникальное, оно неповторимое. Как вспоминает сам уличный артист, его всегда привлекал образ старого шарманщика. После выхода на пенсию он смог воплотить мечту в жизнь и применить на себе его роль. Поиски, поддержанные шарманки, не увенчались успехом. Музыкальный репертуар большинства инструментов был скуден и незнаком российскому слушателю. Тогда Леонид Гурьянович решил сделать свой инструмент, притом на современный лад. Магнитофон и динамики. Звучание практически неотличимо от настоящей шарманки. Шарманку нигде не видела. Напоминает очень, ну, что-то такое сказочное, старинное и просто восторг полный. Я когда вижу, что как минимум половина смотрит на шарманку, улыбается, а у детей горят глаза. Я вижу, когда детей не могут оторвать от шарманки. Я понимаю так, что я что-то сделал приличное. Не обязательно быть музыкантом, чтобы играть на ручном органе. Главное – само изготовление шарманки. За основу берутся флейты. Когда шарманщик крутит рычаг, он качает меха и распределяет потоки воздуха. Сейчас уличные органы изготавливают лишь в Европе. Цена настоящей шарманки может варьироваться от 3 до 50 тысяч евро. Однако трудности не остановили уличного артиста. Теперь проявив находчивость, Леонид Иванович выступает в городах Краснодарского края, знакомя жителей и туристов с европейской культурой на современный лад. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа.Регион В центре профессии детского всероссийского центра «Смена» будут обучать новым компетенциям. Инженерия космических систем, управление, прием и обработка метеорологических данных и метеонаблюдатель. Воспитанники центра не только получают теоретические знания о профессии, но и применяют их на практике. В рамках открытия полигона профессии «Смена» посетила делегация Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромет. После традиционного посвящения в «Смена» в цик гости ознакомились с работой метеорологического комплекса, который позволяет прогнозировать погоду, а также с выставкой Российского государственного музея Арктики и Антарктики под названием «Здесь одни пингвины раньше жили». Еще одним открытием дня стала станция приема спутниковой метеорологической информации «Лентикулярис». Лабораторный химический анализ, деревообработка, прототипирование. Специалисты центра профессии «Парк будущего» провели для гостей экскурсию по павильонам центра профессии. Заместитель директора ВДЦ «Смена» Алексей Резник и заместитель руководителя Росгидромета Наталья Радькова приняли участие в торжественном открытии компетенций. «Военные, прежде чем взлететь на самолете, выйти в море, они смотрят прогноз погоды, если говорить простыми словами, наши строители смотрят на погоду, мы спасаем жизнь и прогнозируем изменения и ухудшения погоды. И мы всему этому будем здесь с вами учиться и учить наших детей». По словам Натальи Радьковой, открытие новых павильонов определит будущий выбор профессии у участников компетенций. «Безусловно, мы рассчитываем в первую очередь на то, что у детей повысится интерес к нашей службе, у них повысится интерес к тем научным исследованиям, которые проводятся в области гидрометеорологии. И, конечно, мы рассчитываем на то, чтобы в дальнейшем при выборе профессии они вспомнили о тех знаниях и навыках, которые они получили здесь». Исполняющий обязанности директора Всероссийского детского центра смены Хамзат Дурдиев подписал соглашение о сотрудничестве с заместителем руководителя Росгидромета Натальей Радьковой и вектором Российского государственного гидрометеорологического университета Валерием Михеевым. «Прежде всего я хотел бы видеть будущих выпускников смены в стенах нашего университета. Я считаю, на самом деле это золотые кадры для науки и образования. То, что я увидел по оснащению, по тому, как дети занимаются, они занимаются с душой, с интересом, на самом деле очень красиво». «Просто о сложном». На открытом уроке по цифровой метеорологии участники четвертой летней смены узнали основные понятия метеорологии и собрали цифровую метеостанцию на базе микроконтролера. Определиться с выбором будущей профессии и освоить новые компетенции. Смена – площадка для профориентации. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц.